Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа», которая выходит по вторникам уже много лет. Это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня, как обычно, Ольга Авдеевич. Здравствуйте, добрый день. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Гость в студии у нас по скайпу сегодня Тереза Стенслова. Очень известный тренер по теннису, основатель латвийского тенниса на колясках. Это гордость Латвии, она имеет такую награду, Тереза, и многократная чемпионка по теннису сама. И очень много ещё чего она нам сегодня расскажет. Добрый день, Тереза. Здравствуй, здравствуйте. Сегодня замечательный день, добрый день. Действительно, сегодня 7 апреля во всём мире отмечается День здоровья. Международный день здоровья. И в обычном режиме проводят разные мероприятия, которые посвящены проблемам здоровья людей во всём мире. У нас сегодня наше конкретное мероприятие в рамках Дня добрых дел на радиоболтком. Тоже посвящено помощи для того, чтобы помочь со здоровьем конкретному человеку. Дарти Витоле – это девушка, которой мы помогали на прошлой неделе. Ей 32 года. И на прошлой неделе ей была назначена химиотерапия, после которой нужно было принимать поддерживающие препараты против онкологии. И не было средств. И вот мы просили вашей помощи и собирали деньги. А наша гостья Тереза у нас сегодня не просто, она связана, она знает эту нашу девушку Дарту, потому что Дарта – тренер по теннису. Тоже тренер по теннису. Более того, так получилось, что и предыдущая наша программа, когда мы рассказывали о другой девушке Лайме, помогали Лайме Людене, это тоже человек, который попал в программу «Зелёная лампа», как сказать, по инициативе Терезы. Тереза, здравствуйте ещё раз. И вот расскажите нам, пожалуйста, почему вы принимаете вот такое горячее участие в жизни этих ваших знакомых девушек? Потому что, я не знаю, если бы я могла бы спасти весь мир, то я наверняка сделала бы, но поскольку я это не могу, но по крайней мере хоть чуть-чуть я могу принять участие, не знаю, может, спасение жизни, чтобы хватало денег хотя бы на лекарства. Ну, это реально вопрос спасения жизни. Что касается Дарты, то ей нужна очень большая сумма на лекарства, которые не компенсируются. И мы сейчас собрали на прошлой неделе на первую часть, на начальный цикл, но ещё будет нужно много, поэтому мы продлили ещё на неделю наш телефон для Дарты, и вот будем надеяться, что всё это ей поможет. А собрано за прошлую неделю очень много, 14 тысяч 90 евро собрано, да, это спасибо всем. Удивительное дело, что в такие сложные времена, когда просто вот иногда кажется, что каждый сидит и страдает, и переживает, что будет завтра, что будет с ним, как он будет жить, и всё равно люди откликаются и помогают. Тереза, как вы думаете, почему это происходит? Я думаю, что когда сами люди понимают, что в такой критичной ситуации, я думаю, что люди более чувствительны становятся, ну и более сострадательны к другим. Они понимают, что потому что если человек живёт в комфорте, тогда ему кажется, что всё вокруг комфортно, ну это я так думаю. А когда понимают, что, например, в мире очень много от коронавируса умирает, человек начинает задумываться о смысле жизни и о том, какая хрупкая эта жизнь. Я думаю, что поэтому люди начинают по мере возможности помогать и другим, думая тоже о своём здоровье и о том, что не всё так стабильно во всём мире, и от нас очень мало чего зависит. Ну как-то ещё и для души это, наверное, очень важно, да? То есть душа откликается. Вот нас, знаете, что поразило, когда в предыдущей программе мы про Лайму рассказывали, ваша знакомая, да? Лайме как раз Тереза позвонила и уговорила её, узнав о её беде, уговорила её обратиться за помощью. Она очень не хотела. Вот Лайма, которая тоже у неё онкологический диагноз и тяжёлый, она нам сказала такую фразу, «Вы знаете, мне так неудобно, потому что есть, наверное, люди, которым ещё тяжелее, чем мне». И она очень из-за этого переживала. Да, и просто получилось, что мы с Лаймой недавно знакомы. Просто я собирала средства для того, чтобы дети на колясках могли играть в теннис. И Лайма приняла очень большое участие, она предложила через своих знакомых, чтобы сняли клип для популяризации этого вида спорта. И я, когда начала смотреть её страничку, я увидела, что она сама собирает средства для своего здоровья. И меня это вот так задело за самые глубокие, ну, за душу, что ей самой нужна помощь. Но она, несмотря на то, что ей нужна помощь, она готова всем сердцем и душой помочь другим детям на коляске. И поэтому я ей сказала, что я бы, конечно, сама сделала пожертвование, но это очень маленькая сумма по сравнению с тем, что надо было. И я ей сказала, что есть такая зелёная лампа, она сказала, что нет-нет, ну, пускай другие будут. Но я не послушала её, и всё-таки попыталась, и очень рада, что всё-таки сумма собралась. И на операцию, и на лекарства. И да, и на лекарства, и это всё-таки чувство такой стабильности для лайма будет. Также я надеюсь, что и для Дарта соберём сумму. Потому что я тоже пожертвовала, ну, сколько могла, когда только Дарта начала своим каналом собирать средства. И очень много теннисистов отозвалось, что, мне кажется, очень так приятно было, что мы как одно такое целое всё-таки собрались. И как-то часть собрали. И я очень рада, что она вот сейчас тоже собирается вот эта сумма для здоровья Дарта. Тереза, а как вам кажется, вот для того, чтобы просить, да? То есть вы должны были убедить лайму переступить через вот это вот, ну, может быть, это стыд, может быть, это гордость, может, какое-то самолюбие. Переступить и заставить себя попросить, вот протянуть руку и попросить. Это тяжело. Это очень тяжело, потому что мы же привыкли, что особенно женщины, и как там, лошадь на скаку, и в избу. Горящую избу, возьмем. Мы подлагаемся только на себя. Есть даже, ну, анекдот, что так хочется быть хрупкой женщиной, но как назло, то лошади скачут, то избу горят. Горят и горят, да-да. Да, и поэтому другой раз нам надо быть послабее, может, вот эту гордость куда-то, ну, отложить немножко, потому что это нужно. Ладно, может, для Лаймы это меньше нужно, но для её детей, как дети без мамы. Это же дети не могут, но не могут без мамы. Соответственно, она должна бороться за себя, для детей. Ну, кстати, по поводу того, что надо просить, считается, что просите, и вам дадут, да, и вам помогут. Сегодня в Православной Церкви День Благовещения, да, и по старинным церковным традициям, ну, как, это не официально, да, просто вот люди верили, что именно сегодня такой день, когда вечером надо вот… Небо открывается, да, и нужно обратиться к Богу и попросить, попросить, чтобы о чём-то таком важном своём, чтобы Он помог. Так что вот сегодня, дорогие радиослушатели, вечером, пожалуйста, вот подумайте, о чём нужно попросить, и в этот светлый, удивительный день… Удивительный день, на самом деле, праздник Благой Вести, да, когда приходит Благая Вести. Будем верить все вместе, что всё как-то с этого дня начнёт как-то гармонизироваться. В широком смысле, да? Да, и улучшаться. И ещё такой любопытный факт, связанный с сегодняшним днём, что в церковном предании считается, что именно этот день, 7 апреля, это когда Архангел Гавриил сообщил Деве Марии весть, что она родит для мира Спасителя, это был второй шанс для человечества, потому что именно в этот день произошло сотворение мира. И вот второй раз шанс человечеству дал Бог именно в этот день. И Мария своим смирением и приятием ситуации, послушанием как бы компенсировала непослушание Евы. Вот так ещё рассматривается этот праздник. И ровно этот день, он всегда ровно за 9 месяцев до Рождества. То есть у нас сегодня 7 апреля, а через 9 месяцев у нас по православному календарю Рождество. Так что очень хороший день, и мы верим в перелом этой вот всей нашей ситуации, связанной с чрезвычайной ситуацией, к лучшему. Тереза, скажите, вот сейчас мы все оказались в самоизоляции, а вы много лет занимаетесь людьми, которые ограничены в возможностях, которые передвигаются. То есть у них и так изоляция? Они всегда каким-то образом в изоляции. Какой урок вы у них почерпнули? Что нужно делать, чтобы не опускать руки? Я думаю, что, во-первых, мы должны выйти из этой коробочки, в которой мы привыкли, что мы сидим обычно, сами делаем рамки. И вот сидим там внутри. И надо перебороть себя, чтобы выйти из этих рамок. И я думаю, что это откроет намного больше, более широкий горизонт. Я думаю, что вот это самое тяжелое. Каждому человеку выйти из какой-то... Даже если там некомфортно, но все равно это зона комфорта какой-то. Потому что там стабильно, там ты уже знаешь, как есть. И я никогда не забуду, когда я только-только начала теннис на колясках. И приехал из Вайвера один мальчик, который был профессиональный спортсмен. И он только полгода после травмы. И я ему говорю, что попробую. Он говорит, но у меня руки не... Он был шейник, и у него руки не могли удержать ракетку. Я говорю, а то попробуй. Я говорю, ты никогда не... Он не хотел, но я его уговорила попробовать. И после первого удара, который он перебил через сетку, как лицо поменялось, вот просто... Понял, что я могу, да? Он переломал себя и вышел из этого, вот из коробочки. Ну вам, наверное, очень много есть что рассказать. Мы еще сегодня спросим про эти зоны комфорта и по поводу выхода, и что нам делать сейчас, да? Как нам жить сейчас? Сейчас просто хотим напомнить телефон, наш благотворительный телефон, который эту неделю, как и прошлую, будет работать в помощь Дарте Витали. Дарте 32 года, напоминаем, да? И у нее очень тяжелый диагноз. Она внезапно заболела. Она очень активная, очень красивая девушка. И болезнь ее просто настигла внезапно. 15 месяцев она борется, она уже давно на инвалидности, там какие-то копейки просто получает. И сейчас еще невозможно ей поехать в клинику немецкую, где ей подбирали очень хорошие методы, методику лечения, помогающую ей. Но вот осталось только вот здесь продолжать это все, но нужны лекарства. И на первую, напоминаем, что спасибо всем огромное, на первый этап лечения мы собрали уже деньги. Сейчас просто вот еще неделю будет работать наш телефон. И счет, соответственно, остается за Дарте, открытый в фонде BeOpen, для того, чтобы подстраховать ее, потому что это лечение, оно, конечно, не закончится двумя-тремя месяцами, а нужно будет дольше. И чтобы она вот просто спокойно жила, не нервничала из-за этого, и у нее были бы средства на жизненно важные лекарства. Наш телефон, напоминаем, 9300-6384, евро 42 цента за звоночек. Если вы можете, дорогие друзья, сделать этот звонок, сделайте его, пожалуйста, и пусть будет легче и хорошей девушке, талантливой, и каждому из вас, из нас. И напоминаем, что наша Дарта, она тренер по теннису. И сегодня гость студии у нас, тоже тренер по теннису, Тереза Стенслова, основатель тенниса на колясках в Латвии, да? Тереза, скажите, как вам пришла вообще идея заняться с людьми, которые передвигаются на инвалидных колясках? Ну, ко мне подошла одна женщина на коляске, Жанета, и сказала, что она хочет заниматься теннисом на коляске. То есть давайте начнем с того, что у Терезы Стенсловой своя школа теннисная, ой, что там у нас такое, своя теннисная школа, да, где она занимается с детьми и взрослыми. И теннис на колясках появился 4 года назад, да, если я не ошибаюсь? Нет, уже 8 лет назад. 8 лет назад. В 12-м году, да, 8 лет отпраздновали только что. И вот 8, ну, поздравляем. И вот подошла женщина и просто сказала, что она хочет, да? Да, что она хочет, хотя у меня вообще не было представления, как это возможно. Но я сказала, что я согласна ей помочь. И мы в 11-м году в декабре поехали вместе в Литву, где был мастер-класс тенниса на коляске. Ну, и первый раз я увидела, как люди на колясках играют в теннис. Что вас поразило в этом? Ну, первый шок у меня был тот, что тренер был из Голландии, Марк Алкман, и он сказал, что после тренировки, он сказал, ну, собираем мячики. Я думаю, боже мой, какой жестокий тренер, почему он заставляет людей на колясках собирать мячики? Он сам мог собрать. Хотя я только через несколько лет поняла, что они спортсмены, и, соответственно, они должны также все делать. Без поблажек каких-то. И надо воспринимать, что они такие же люди, как и все остальные, только по-другому передвигаются. Вот и все. Тереза, сегодня вы поставили у себя на страничке в фейсбук фотография Мартина Легнера. Это легенда тенниса на колясках, и вы написали, горжусь, что знакома с тобой. Да, это мой хороший знакомый, он из Австрии, и он легендарный тем, что он участвовал, он федерер тенниса на коляске, скажем так, и он участвовал с 92-го года, когда первый раз в мире была паралимпиада тенниса на колясках, ну, был включен теннис на колясках в паралимпиаде, и он в каждой паралимпиаде участвовал в ней. Так что он единственный человек, который участвовал во всех олимпиадах, которые были включены, ну, включен теннис на коляску. Да. Ну, вы знаете, еще такое интересное совпадение. Мы сегодня вспоминаем, какой сегодня удивительный день. Еще сегодняшний день провозглашен международным днем полета человека в космос. Почему? Потому что в 2011 году, именно 7 апреля, Генеральная ассаблея ООН решила, что каждый год 12 апреля будет отмечаться на международном уровне. А так как принято это было сегодня, сегодня, 7 апреля, то это тоже считается день полета человека в космос. Но вот мне кажется, что вот то, о чем мы говорим, оно иллюстрирует мысль о том, что нет ничего невозможного для человека. Вот как вы считаете, Тереза, ваши подопечные и вообще ваша вся работа, она как-то вот нас к этой мысли приводит, что невозможного оно практически нет? Я думаю, что не зря есть выражение, если очень захотеть, можно в космос полететь. Соответственно, я думаю, что это только зависит от человека, потому что, мне кажется, человеческие возможности беспредельны. И если очень-очень сильно что-то хотеть, в принципе, я думаю, что нет невозможного. Главное вот это желание и целенаправленность, ну, я не знаю, правильно говорю. Да, правильно всё, конечно. Да, что если есть цель, то надо к ней стремиться. И думаю, что то, что посередине, это получается просто в чешле ёсла, полоса, препятствия, которые надо перебороть. Космические достижения. Есть у вас примеры среди ваших подопечных, знакомых, друзей, вот таких вот случаев преодоления? Расскажите нам, пожалуйста, когда человек преодолевает себя и летит в космос буквально. Я думаю, что каждый, который у меня тренируется, он преодолел какие-то маленькие или побольше препятствия. и для каждого это свой космос. И, например, я очень злюсь на тренировки, если кто-то говорит, я не могу. Потому что я согласна с фразой, что нету слова не могу, если не хочу. Значит, если ты не можешь, значит, не так сильно хочешь. Так что я думаю, что каждый, который у меня тренируется, что они, если они уже в теннисе, в любом теннисе на коляске или обычном, они уже перебороли и достигли какую-то большую или меньшую цель. Но вот латвийские теннисисты на колясках, они же в мировом рейтинге тоже присутствуют? Да-да-да. Вот расскажите нам, пожалуйста. Они в мировом рейтинге довольно высокую позицию, довольно высокой позиции. И Жанна-то, например, была в сотне. В Латвии есть юниор, который Даниэль Никифоров, который после первого своего турнира в прошлом году, как раз год назад был, он в трех полуфиналах играл и достиг 32-й ракетки мира. То есть юниоров – это очень большое достижение, особенно, что он первый раз участвовал в юниорском турнире. Ну вот Наталья Новикова была тоже у нас в программе. Да, она, кстати, тоже подальше от игры в теннис. Она сейчас больше привлекает детей и юниоров к спорту. Она тоже очень важное дело делает. А в прошлом месяце мы в рамках нашей акции «День добрых дел» на радио «Болтком» в программе «Зеленая лампа» помогали девочке Рути. Рути Рудзе. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Вам она знакома. Да, и нужны были средства на ортезы. И Рута тоже занимается у вас теннисом, да? Да, потому что вначале был теннис на колясках для взрослых. И потом, мне кажется, в 2016 году мы начали теннис на колясках для детей. И Рута с Катриной, они были первые девочки, которые тренировались как юниоры. Вот Рута о вас говорила, и её мама столько хороших слов. То есть она пришла к вам совсем малыш. Сколько ей было лет? Ей было 7 лет, мне кажется, если я ошибаюсь. Маленькая. А сейчас ей 11, по-моему, да? Да. 12-14 лет назад. Да, и сейчас вот она, получая реабилитацию, получая правильное какое-то лечение, процедуры, она начала, встала на ножки и начала ходить. То есть это тоже как полёт в космос. Да, конечно. Я помню, когда Рута пришла, её привезла мама на коляске, она сама даже коляску не толкала. И первая тренировка была такая, и она сидела в углу и кричала, что Тереза, ты меня можешь коляску толкнуть? Я говорю, нет, но ты сама можешь. Нет, я не могу. И так прошла первая тренировка. А потом в второй тренировке она начала сама толкать эту коляску, а потом уже было так, что она была первой человек, ну, в первых рядах, которая хотела быстрее ещё и в гонках играть. Так что, да-да-да, прогресс был очень очевиден. Мы напоминаем, что телефон благотворительной зелёной лампы 93006384 работает всю неделю, вторую неделю для 32-летней Дарты Виттолы, тоже тренера по теннису, которая сейчас тяжело больна. Да, Тереза, а расскажите, пожалуйста, вот о такой вот кухне внутренней немножко. Коляски, в которых играют спортсмены, они специальные, да? Они должны быть не обычные, а спортивные. Где вы их берёте? Кто вам помогает? Как происходит это? Потому что мы знаем, что вы не получали денег за работу свою. А сейчас как обстоят дела? Ну, в коляске у нас 5 спортивных колясок для спортсменов мы получили от государства. Ну, и сейчас, мне кажется, шестую получила ещё Диана Никифорова. Спортивные, профессиональные коляски, которые очень-очень высокого качества и сделаны под человека, они стоят примерно 300 тысяч евро. И ещё есть обычные коляски, ну, тоже спортивные, но хуже качества, которые Международный теннисный союз присылает как помощь. Но, к сожалению, их недостаточно, и поэтому очень много деток, которые играют на обычных активных колясок, а не спортивных, и получается, что они не могут, ну, у них маневроспособность не такой, ну, предназначена, чтобы для прямых ездов, ну, чтобы прямо ехать. А в теннисе очень важна маневроспособность. Тереза, скажите, пожалуйста, вот личный вопрос, чисто психологический. Вот сейчас мы все оказались в необычной для нас ситуации, в состоянии тревоги, страха, неопределённости. Вот вы, у вас есть какой-то личный рецепт? Какие мысли надо думать, да, как справляться с этими вот… За что держаться? Ну, я такой заядлый оптимист. Я всегда, я вижу во всём хорошее, и я очень надеюсь, что очень быстро, потому что солнышко… Все вирусы всегда пропадают, когда, например, грипп тоже. А в апреле уже всё заканчивается, так что я очень надеюсь, что когда вот сейчас уже теплее становится, все вирусы уйдут, и всё должно быть хорошо, потому что всему есть… Ну, как в боярстве всё пройдёт, и печаль и радость, потому что очень надеюсь, что очень быстро всё пройдёт. И, конечно, люди сейчас в панике, потому что я думаю, что больше всего от того, что они не знают, как будет дальше, ну, пройдёт вирус, но, может, начнётся какой-то кризис. Вот это, я думаю, что вот незнание, как будет дальше, вот это вот его стресс вгоняет, вот это всё. Ну, я очень надеюсь, что всё будет хорошо. Ну, вот смотрите, если говорить о знаках, я вот очень смотрю всегда на знаки. Буквально перед началом нашей программы мы сидели в другом помещении и ждали, когда начнётся программа, чтобы вам позвонить. И я тоже думала эту мысль как раз, что вот это всё закончится, а начнётся кризис, и что же сказать людям такое. И в этот момент просто на голову села Божья коровка. Вот буквально сейчас, несколько минут назад, маленькая Божья коровка, там начали мы её фотографировать, вот такая чудесная. Ну, я считаю, что это знак, что будет хорошо. Конечно, я тоже верю в знаки, так что, я думаю, что да. Тереза, вот вы сказали, что вы неисправимый оптимист. А как этот оптимизм, это врождённое чувство? Или его можно воспитать? Или вот что вам помогает быть оптимистом? Пытаем, пытаем, да. Я думаю, что по сути есть люди, которые оптимисты. Но я думаю, что те, которые не такие оптимисты, что они должны всё равно думать позитивные мысли, потому что я верю, что мысли материализируют. Там в космосе всё скапливается. Если негативные, например, если говорить со словом «не», там в космосе слышат слово «не», значит, может, и не надо. Надо больше слова «да» использовать и на позитивном думать. И, например, если пессимист, ну, можно же заставить себя позитивно думать. И я думаю, что всё хорошо тогда. Раз заставишь, два заставишь, а потом привыкнешь, да? Да. Тут вопрос, кстати, о личной ответственности каждого. Как вот вы сказали, вот мы тоже верим, что вот эти мысли, они материальные, они… это создаётся какая-то энергия, или отрицательная, или положительная. И каждый из нас её создаёт. Это очень важно понимать, что ты вот, когда кто-то говорит «от меня ничего не зависит». Ещё как зависит. Вот что ты посылаешь, то и скапливается, да? Да, конечно, если хорошая мысль, например, выйдешь на улицу, улыбнёшься одному человеку, даже, может, если у него будет плохое настроение, у него это улучшится, ему, может, хочется следующему человеку улыбнуться. И, мне кажется, идёт такая цепочка, и мы стеем вот этот позитив. Я думаю, что это очень-очень важно. Тереза, а вот такой вопрос личный, если можно. Ваше имя, оно… вот почему вас мама так назвала? Просто так или это с чем-то связано? Нет, это с чем-то связано. Ну, вот расскажите, ну. Когда я родилась, в роддоме была очень хорошая акушерка, её звали Тереза. То есть её меня назвали, но потом оказалось, что это просто была кличка её, и до сих пор никто не знает, как её звали, потому что в роддоме спрашивали, а была такая акушерка Тереза, и говорят, что никогда Терезы акушерки не было. И это была просто такая у неё кличка, но в честь её меня назвали, потому что она была очень добрая. И вот оказалось, что это её имя было. Поэтому вот у меня Тереза. То есть она была такая добрая, как мать Терезы? Её так называли, да, что Тереза? Да. И поэтому моя мама до сих пор не знает, как её настоящее имя, но вот она сказала папе, написала, что нет, будет Тереза. Будет только так, да. Да. Ну, здорово. Скажите, Тереза, вот вы сказали, что вы гордитесь тем, что вы знакомы с Мартином Легнером, да? Это Федерер в рамках тенниса на колясках, да? А кто из спортсменов, какие личности вас, может быть, вдохновляют, кто вам нравится, кого вы как пример могли бы воспринимать, как личность симпатичен вам? Мартин Легнер. Я думаю, что каждого спортсмена на коляске, что можно ставить как пример, но я думаю, что Мартин, несмотря на то, что он уже в возрасте, он борется с молодыми игроками и до сих пор сборной Австрии. И, знаете, очень часто бывает у спортсменов, что начинается рутина и становится неинтересным. Мне очень нравится, что Мартин уже, поскольку участвует в Олимпиаде с 92-го года, это уже, мне кажется, уже давно рутина, но у него до такого вот это страшного страсть к теннису, это не пропадает, и я думаю, что это очень важное качество, чтобы получать от того, что ты делаешь, такой кайф, чтобы не потерять течение многих лет. Очень хорошее слово «кайф». Это действительно, когда ты, ну, по-разному можно сказать, удовольствие, радость, кайф, когда ты это испытываешь, любое дело становится в радость. Да. Это очень-очень важный момент. И напоминаем, что наша программа посвящена сегодня помощи 32-летней Дарти Витоли. Благотворительный телефон еще на неделю продлевается, он подключен к благотворительному счету. Телефон 9-00-63-84, 1 евро 42 цента за звонок. И средства пойдут на оплату лекарства от онкологии. И Дарта Витола, ваша коллега, да, тоже тренер по теннису. А расскажите, вот какая она, на ваш взгляд? Во-первых, она красивая, мне кажется, красивая, симпатичная, очень душевная, и я когда узнала, что у нее такая болезнь, я была в шоке, потому что, мне кажется, неправильно, когда молодых красивых людей поражают, ну, такая болезнь. Кажется, что не может такое случиться, да? Да, и поэтому я считаю, что это нечестно, но я знаю очень много людей, которые выздоровели, и у них семья, и ребенок родился. Так что я знаю, что Дарта мечтает о своей семье, так что я думаю, что Дарта будет играть в теннис, и тренировать, и вместе мы сыграем, и найдет хорошего мужа, и детки, так что я думаю, что все будет хорошо. Вот мы тоже этого желаем. И еще Дарта такая оптимистка большая тоже, как и вы. Она сразу, она улыбается, вот как бы ей тяжело не было, мы с ней встречались, очень тяжелый момент, но она улыбалась, у нее глаза светятся, просто не жалуются. Это человек, который вообще не жалуется. Человек-боец такой, да. В данный момент Дарта живет с мамой, мама работала в небольшой туристической компании, сейчас понятно, что из-за этой чрезвычайной ситуации все встало, и поэтому тоже, в общем-то, они с мамой были в таком стрессовом состоянии, и вот решили обратиться за помощью, чтобы собрать деньги на оплату лекарства. А лекарства обязательно после химиотерапии нужно принимать. Лекарства для иммунотерапии. Да, и... И что, в общем-то, это такая история, как, ну, мы практически уверены, не только надеемся, но уверены, что она будет с таким позитивным, в общем-то, финалом, потому что ей немецкие врачи провели детальные, глубинные, там, индивидуальные какие-то анализы на клеточном уровне подобрали терапию именно для мутации этой клетки. До этого ей не помогали методы лечения. Да, в Латвии не получилось. И эффект просто получился, ну, какой-то сногсшибательный. То есть очень быстро этот протокол лечения начал действовать, и у нее очень хорошее улучшение. Да, так что телефон 930-6384. Еще раз напоминаем, напоминаем, что в гостях у нас сегодня Тереза Стенслова, тренер по теннису, и у Терезы своя школа, школа тенниса Терезы Стенсловой, да? А какие вы цели ставите для... То есть вы занимаетесь же не только теннисом на колясках, вы обучаете и детей, и взрослых. Какие цели вы ставите для себя вот на ближайшее время? На ближайшее время я надеюсь, что я наконец-то смогу работать. Ну, это да, понятно. Потому что у нас все остановилось. И, конечно, я мечтаю вырастить спортсмена, который будет профессионалом. И даже если после... Потому что мы тренируем даже очень-очень маленьких детей. И если ребенок остается в теннисе, и если он становится профессионалом, это, мне кажется, самая большая радость тренера. Соответственно, у меня такие цели в нашей теннисной школе. А для себя лично? Да. Да, вот что-то такое вот хорошее. Вот скажите и пожелайте нашим радиослушателям. У нас программа к концу уже подходит. Что вы для себя лично хотите, о чем мечтаете, и что желаете всем? Знаете, в этот момент, наверное, я думаю, что всем очень-очень важно пожелать здоровья. Как мне одна знакомая сказала, у тебя пришел такой возраст, когда ты ценишь, когда тебе желают здоровья. Но я думаю, что сейчас такой период, что надо всем пожелать здоровья. Потому что если будет здоровье, то, я думаю, все остальное тоже будет. Это все-таки главное – здоровье себе и ближним. Так что я думаю, что в этот период это самое главное у нас. И если будет здоровье, будет все остальное тоже. Тем более, что сегодня у нас Международный день здоровья. Кстати. Да, мы всем желаем здоровья и День Благовещения, когда мы должны подумать о чем-то хорошем и важном для нас попросить. И будем надеяться, что так оно и будет, сложится все. Да, Тереза, мы благодарим вас за беседу. Мы вообще гордимся тем, что мы знакомы с вами, потому что вы удивительный человек. И надеемся, что не разу еще будем встречаться. Спасибо вам, спасибо нашим радиослушателям за благие вести, которые вы нам приносите. За то, что вы звоните по телефону благотворительному, за то, что вы посылаете мысли всем хорошие. Действительно, это очень-очень важно именно сегодня. Желаем все друг другу добра и здоровья. Все будет хорошо. До встречи через неделю.